Отцу не страшно было вступать в конфликт с Берией из-за выхода из данного проекта? Ну, я не знаю, это сложная очень история, понимаете. Мне трудно быть судьей в этом деле. Но, во всяком случае, Берий был расстрелян в свое время. А отец выжил? Отец выжил. Там был тоже любопытный случай. Вот летом 1953 года на даче, опять-таки, был чудесный летний день. Когда Берию взяли как раз, да? Ну, вот мы не знали, что происходит. И на даче вдруг приехала машина, перевезла начальника первого отдела Академии наук, секретного отдела, и человек, который был представлен пожарником, инспектором пожарной службы Академии, чтобы проинспектировать пожарное состояние той лаборатории, которую отец там устроил. Ну, отец сказал, ну, Сергей, займись ими. Ну, я скоро понял, что пожарник гораздо важнее, чем тот, того человека, который его привез. В-третьих, он никакой не пожарник, потому что он не знал разницы между углекислотными огнетушителями и пенными. Пенными огнетушителями нельзя гасить электрические установки. А углекислотными можно. У нас были те и другие огнетушители. Так, это была такая дешевая маскировка. Они пробовали на даче, были абсолютно скорректны. Я предложил им пойти и скупаться прямо тут передачей река, Москва, река, жаркий лет, нигде нет. Они никуда не отлучались ни на секунду. А какая цель была визита? Мы так и не могли понять, потому что пожарная инспекция нам довольно скоро исчерпалась. И они просто находились там. В том, часа в четыре они уехали. Так же неожиданно, как они появились утром. После этого я поехал на дачу, где жили с Таней, рядом. И вечером я уехал в город с моим тестем. Замечательно сожженный человек, он был очень крупным врачом. И мы вместе приехали в Москву, переехали через мост там, как-то переехать, к МИДу. И видим, что на улице стоят танки с расчехленными пушками. Непонятно что. Иногда танки появляются перед парадом. Первое мое уже прошло, седьмое ноября далеко. А иногда перед Белым домом, но его еще не было. Белый дом еще не было. Мы обратили на это дело внимание. А утром мне звонит моя теща и просит срочно к ним приехать. Они жили как раз там, на Сморянской площади. Я приезжаю к ним. Она мне говорит, Сергей, вы знаете, у нас есть такая подруга, Наталья Абрамовна Ушакова. Художницам. Их называют дизайнерами. Она, кстати, сделал очень хороший экслибриз моего отца. Такой крокодил изображен, который наклеивал на свои книги. Эта дама была приглашена декорировать клуб милиции. Ну, такая нормальная работа для дизайнера. И вот вечером того дня, как случилось все это, то, что я вам перед этим рассказал, к ней пришел тоже насмех перепуганный директор Московского клуба милиции и говорит, Наталья Абрамовна, уберите, пожалуйста, портрет товарища Берии. Сделайте это незаметно и никому не говорите. Ну, она, конечно, с удовлетворением выполнила эту просьбу и тут же рассказала своей ближайшей подруге, моей сеще Татьяне Дмитриевне. Она знала, что Берия не лучший друг моего отца. Она позвонила мне, я поехал на дачу и рассказал отцу. И как-то эти события даже степились. Хотя мы не могли понять смысла этого дела. Через много лет была какая-то в Москве встреча военными. Я был приглашен туда. Такая нормальная светская халява, как говорят теперь. И один из офицеров, я рассказал эту историю, офицеров, я сказал, что они были из подмосковных дивизий, Кантемировская, там еще другая, что вот в эти дни, когда арестовали Берию, значимые фигуры... Военные генералы, да. Да, значимые фигуры общественного плана. Их прикрывали специальные офицеры, которые управлялись к ним и стерегли, чтобы их могли бы эвакуировать, может быть, в расположение этих частей, потому что у Берии было две дивизии в Москве, и никто не знал, что будет.